Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это клуб настольных игр Мир в коробке. Сегодня у нас на распаковке настольная игра Повелитель Нью-Йорка. Игра от 2 до 6 человек уже от 10 лет, в отличие от ее младшего, а точнее старшего брата Повелителя Токио. И 40 минут, но я думаю, как всегда, минимум в час мы уложимся. Ну что, друзья, посмотрим на коробочку поближе. Итак, вот наша коробочка, вот так вот она выглядит поближе. Оборотик с компонентами, да? Как-то все будет происходить. И посмотрим на торцы. Здесь такой робот страшный. Как всегда, вертикальный торец, чтобы красиво смотрелось на полочке. Богомол и страшно ужасный дракон. Ну что, вскрываем. Как всегда, коробочка вскрывается аккуратно, дабы пленочка осталась и защитила ее на игротеке. Ух ты ж, и здесь пленочка тяжело вскрывается, кстати. Гага Гейм упаковывает на славу, как говорится, да? Ну что, смотрим, что в коробке. Так, вскрываем вместе с вами. Там здоровенные правила. И всего в одном листике, да, друзья? Вот так это выглядит. Отложим в сторонку. Поле. Поле чудес. Вот такое вот оно. Будет смухой. Итак, шелетнички и то, что можно выдавить. Итак, посмотрите, как они выглядят с обратной стороны. Попробуем выдавить. Выдавливается на ура. Второй. Вот такой вот. Сейчас мы будем тоже выдавить. Тоже выдавливается на ура. Жалко, не выдавливается вот эта штучка. Итак, с чего же начать? С чего же начать? А, давайте начнем с кубиков. Кубики. Которые, это где-то с японскими иероглифами. Красивые кубики. Так. Подставочки для монстров. С надписью yellow. Все. И пола одна. Кубики. Как всегда, кубики. Больше кубиков. И опять матовые. Один сбежал. Испугался монстров, да? Ну что. Перейдем к самим монстрам. Итак, встречает нас вот такой вот капитан Фиш. Обратная сторона, как всегда, черная. Богомол, друзья, на арене. С щечечками. Роб. Какое-то такое минималистичное название. Драконикс. Ммм, кто-то пересмотрелся покемонов, да? Покемоны пошли в Нью-Йорк. Боже мой, шериф. Шериф. Страшный, страшный шериф, друзья. Такой вот. И последний по списку. Конг. Конг. Кинг-Конг. Просто Кинг-Конг. И теперь фигурки самих монстров. Итак, вот такой вот у нас страшный. И оборотик. Далее нас встречает богомол. И оборотик. Фиш. Рыба-фиш. Такой мини-кит. Роб. Кстати, будем надеяться, что у Гага Геймс локализирует и дополнение к этой игре. Странный шериф. Судя по всему, давно не платили. Давайте посмотрим, как они поставляются в подставочке. Поставляются они на ура. Стоит. Та-дам. Вот так вот он в подставочке стоит. Ну что, теперь самое вкусное. Карточки, карточки, карточки. Так, где же здесь спряталось? Нет, не вижу, где здесь спряталось. И так. Раз. Раз. Три. Так. Отделение монстров. Рубашечка. Видите, на несколько типов. Вот две особые карточки, судя по всему, какие-то. Мы отложим. Дальше. Обычная, 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 обычная рубашечка. Ну что? Посмотрим, что же нас ждет. Как всегда, много карточек, но это связано, скорее всего, с тем, что здесь просто целая гора, целая тонна людей может играть в эту игру. Аж шесть человек. Города будут просто стерты с лица земли. Может быть, даже сегодня мы успеем на игротеке сыграть, потому что пока мы сейчас распаковываем эту игру, уже идет игротека. Где у нас сегодня играют? Врунбаунд, специи. Пряности еще играют. И в Райзинг Сан. Как много карточек в этой игре. Прям манчкин. Ну что, вот карточки наконец-то подходят к концу и заканчивают нашу колоду вот такая вот карточка. Ну что, вот мы и распаковали настольную игру «Повелитель Нью-Йорка». У нас встретили гора монстров, гора карточек и крутое поле. Ну что, подписывайтесь на нас на YouTube прямо сейчас, ставьте палец вверх. Также мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Инстаграме. Мы есть на сайте. Эти серы в международном сайте настольных игр. И помните, что везде мой клуб «Мир в коробке» или просто «Мир в коробке». А почему «Мир в коробке»? Потому что каждая игра – это огромный мир в маленькой коробочке, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!